Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 27 ноября, день Филиппа. Филипп относится к числу 12 апостолов. Происходил из одного рода с Петром и Андреем. Был призван в ученики вместе с ними. Он был женат и воспитывал дочерей. Проповедуя христианство, прославился большим количеством чудес. Однажды он воскресил умершего младенца, которого к нему принесла безутешная мать. Как-то раз на него напали язычники, хотели побить его камнями. Филипп воскресил покойника, которого проносили в это время на носилках. Сегодня начинается рождественский или Филиппов пост. В народе этот день называли Филиппово заговение. Заговение это последний день, когда можно есть обычную пищу. А также куделица, то есть доигрывают последние свадьбы. Сегодня выносили еду для домового за пределы жилища. Это делалось для того, чтобы домовой сохранил скотину в течение зимы. Народ верил, что после такого подношения она не будет болеть. Начиналось массовое прядение. Женщины по вечерам собирались вместе. Называлось это бабьи засидки. Пряли пряжу и проводили время за беседами, шутками и прибаутками. Говорили, у ленивой пряхи нет рубахи. Наказывалась лень и отказ от работы. Сегодня многие девушки гадали. Оставляли кусок говядины от ужина и клали его под подушку, приглашая с ужиного заговеться. Верили, что после этого во сне увидят жениха. В некоторых областях России сегодня проводили обряд изгнания тараканов. Для этого всей семьей вытягивали за нитку таракана, которая была привязана к его ножке. Считалось, что это изгонит тараканов из дома. Приметы. И не сегодня утром к богатому урожаю овса. Если и не нет, а день в целом вызвался теплым, это к неурожаю. Пошел дождь на Филиппа, можно надеяться на богатый урожай пшеницы. Если сегодня ворона каркает, скоро будет оттепель. Облачность или снегопад предвещают осадки в мае. Если не сыграешь свадьбу до сего дня, то до следующего года семьи не сождашь. Начнем с чаев. Какие сладости лучше всего использовать вместе с чаем? А вот цена позаботилась у меня, оказалось, что Курага. Обращайтесь. Курага совсем другое дело. Ну ее слишком много нельзя. Почему? У некоторых просто-напросто одну-две ягодки усваивают организм, а на остальное быстренько бактерии набрасывают так, начинают ее разлагать. То есть все в меру, да? Все в меру надо все-таки. И возникает, есть ли у вас акупотребление сухофруктов. Возникает образование в животе. Это говорит о том, что вы просто-напросто переели. То, что вы могли, усвоили. А то, что не магнит, начинают разлагать бактерии. А вкусно как? Но это я не знаю, как остановиться. Кстати, прекрасная тема. А как остановиться? Дело в том, что в сахаре, вот то, что было перечислено, там, сушка, инжи и прочее, конфеты, не заложены природные регуляторы нашего аппетита, чувства насыщения. Нету. Реализм к ним не был приспособен эволюционно. А здесь же, в природе все задумано так, чтобы одно подходило к другому, и было и чувство насыщения, и прочее, прочее. Съели, ну, две съедите. Вы попробуйте. И почувствуете, она же в животе разбухает. Потому что это надо сделать не торопясь, наверное. Да, создает объем, а объем именно в желудке говорит о том, что произошло чувство насыщения, вы насытились. И, кстати, мы когда говорили о шиповнике, прекрасный чай из шиповника, а как его надо использовать? Во-во-во-во, отличный шиповничек. Ну, сейчас не будем, я так понимаю, что он заваривает отдельно в кипятке, или даже, может быть, сначала в воде замочить, кто-то мне говорил. С шиповником поступаем следующим образом. Вот до этого, как раз говорил, кислый вкус, да? Кислый вкус, э-э-э-э, морщится. Но, летом мы пьем квас. Квас кислого укуса. Не сладкое, не еще что-то там такое. А именно квас. Оказывается, кислый вкус способствует задержке влаги в организме. И летом мы меньше потеем. А там вот только шипов. А то уже кислое укуса, да? Да, именно кисло. Так вот, возвращаясь к шиповнику, а шиповник-то надо заваливать в стеклянном термосе, ну, в термосе со стеклянной колбой, на ночь. Берем горточку, раз, на горточку примерно 2 литра кипятка, и ночь. За ночь он настаивается, потому что, как вы видите... А надо его раздавливать, только мне сказал один знакомый. В воде перед этим замачивать. Сейчас, 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 и перед этим разъясним. Ну, еще, ничего. Смотрите, какой плод, оказывается, у шиповника, он сухой. Дело в том, чтобы экстракция произошла такого сухого, действительно, он должен полежать в кипятке, в воде более длительное время. И если его постараться быстро как-то использовать в течение дня, его, конечно, желательно замочить, а потом там раз, и он быстрее. Но если мы с вами... На ночь заливаем кипятком. На ночь заливаем кипятком, за ночь он становится коричневого цвета, и все, что у него было, он отдает именно за ночь. Вы знаете, что долго горячая вода там... Да, более того, я сразу не могу 2 литра выпить. Он у меня стоит дня 2, и я только качаю, пью великолепный напиток. И вот как раз теперь мы подошли к следующему интересному моменту. Можно использовать сушку еще. Сушеные яблоки. Дело в том, чем еще хороша вот эта вот сушечка, и особенно яблоки, хороша тем, что люди, которые хотят сбросить лишний вес, но не знают, как это сделать, пожалуйста, в прикуску с чаем ешьте яблоки. Можно, конечно, компот, но лучше все-таки в прикуску. Почему? Также сладость, но... Первые лунные сутки. Первые лунные сутки, подобно светильнику в ночи, указывают путь. Маленький жизненный цикл, которым руководит Луна, начался. И вместе с его началом смело стройте свои планы, мечтайте. Энергетика лунного цикла поможет вам в их воплощении. Так как в это время активна голова, то не следует задурманивать ее алкоголем. Также воздержитесь от специй. Они излишне перестимулируют и этим нанесут вред. Вообще, еще продолжаются высокие приливы, оказывающие повышенную нагрузку на организм. Поэтому это время проведите спокойно и умеренно вам все. Что касается очистительных процедур, то можно промывать лобные и каймеровые пазуки. Вторые лунные сутки. Интересно отметить действия лунных суток на человека. То, что ранее расшивяла приливная волна, идет на спа, на сжатие. И в сознании человека это проявляется эмоциями жадности, привязанности к вещам. А если это не удовлетворяется, то появляется раздражение и злость. Противоядием против действия луны служит обратная щедрость. Что касается питания, то сегодня можно отбирать продукты, которые будете использовать в течение всего лунного цикла. Ведь вкус продукта – это энергетика. И если ее не хватает, то нам больше всего хочется продуктов с определенным вкусом. Этот день подходит для очищения лобных и каймеровых пазух. И вообще, в этот день следует что-то начинать. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!